За незаконный оборот товаров народного потребления можно надолго отправиться за решетку. Белгородские силовики пресекают попытки реализации продукции, нелегально перемещенной через границу. В Борисовском районном суде прошло заседание в отношении семи граждан Украины. В октябре прошлого года они тайком пересекли границу с Россией, прихватив с собой 20 коробок с колбасой и медикаментами сомнительного происхождения. Переносил семью гражданин Украины, 20 коробок с колбасой и медикаментами с Харькова в Белгород. Любая партия пищевой продукции должна сопровождаться товаросопроводительными документами. Еще одно требование технических регламентов Таможенного союза – это наличие полной и достоверной информации для потребителя. Любая пищевая продукция должна иметь маркировку, которая позволяет потребителям выбрать эту продукцию, имея возможность получить информацию о наименовании продукции, наименовании местонахождения изготовителя, составе этой продукции. Украинцам грозит до шести лет лишения свободы. К реальному сроку могут привлечь и этого молодого человека, у которого дома нашли крупную партию поддельного алкоголя. Полторы тысячи бутылок различного наименования, 150 пластиковых емкостей с прозрачной жидкостью, объемом 5 литров. И большое количество упаковок без акцизных сигарет. Нелегально ввезенный товар реализовывался на территории Белгородской области. Сотрудниками ФСБ пограничной службы в моем доме был обнаружен нелегальный алкоголь, который я реализовал и использовал в личных целях. Партию товаров на сумму свыше трех миллионов рублей задержали в сентябре прошлого года в нескольких километрах от государственной границы. Вблизи одного из населенных пунктов Шебекинского городского округа в ходе осмотра машины ГАЗ-3302 в кузове была обнаружена одежда и автозапчасти украинского производства. Продолжаются следственные действия. Страшно представить, что такие непродовольственные и продовольственные товары могли оказаться на прилавках. Я даже и не хочу представлять такое, что это могло попасть на прилавки, потому что потенциально оно вообще не могло и не должно попасть. Но если все-таки это бы попало, то риск того, что человек отравится, он, я даже не знаю, наверное, 100% точно. Продукты питания, они все равно содержат достаточную микрофлору. И продукты жизнедеятельности, это микотоксины, это самые страшные яды, которые могут быть. И не дай бог, это попало бы детям, малышам. Это страшно, потому что и смертельные случаи возможны. Одно можно сказать точно, любое преступление приводит к наказанию. К уголовной ответственности привлекаются как организаторы, так и пособники такого сомнительного бизнеса. Виктора Пальков, Белгород Медиа. Продолжение следует...